Приветики-пистолетики! Почему так много русских хотят избавиться от русского акцента? Я думаю, что наоборот, есть очень много русских слов, которые очень сексуально звучат. Кусочка. Яблочко. Или очень звучит как красивые итальянские слова. Похороны. Но вы же хотите избавиться от русского акцента, так что давай я помогу? И поэтому я сейчас вам покажу 5 английских слов, которые вы неправильно говорите. Ну, прежде тем, как я начну, я хотел бы вас напоминать, что если вы учите репетитора по-английскому, то, ребята, я как обычно рекомендую посмотреть в italki. У них там куча носителей и учителей английского языка. И я же там занимаюсь русским языком с учителем, с репетитором. И поэтому это же очень круто. Мне очень нравится эта система. Короче, если вы хотите попробовать, то вы получаете 10$ при первой покупке. И ссылка на это будет в описании внизу. Первое слово это даже такое забавное. Ну, это слово stringy. Русские слова stringy и как вы это употребляете в английском языке? Потому что stringy, но женские stringy в английском языке это будет thong или g-string даже. Но я заметил, что русские любят говорить в английском string. И если вы не знаете, что это такое, то string это же вот это. Никогда не говорите string в английском языке. Или это же не только неправильно, но еще очень смешно. Тем более потому, что это код, который играет обычно со stringy, да? И да, вот на русском даже странно звучит. И второе слово, ребята, это content. Если честно, я не знал, существует ли это слово на русском языке как content. Но когда русские говорят на английском, вы ставите ударение на первый слог. И звучит так. Content. И это уже такой бум. Русский акцент прям как преступник из Голливуда. Ребята, короче, слово content это не content, а content. То есть ударение будет на второй слог. То есть разница в звуке будет не по, а ка. Как будет это произноситься через а. Content. Хорошо, спасибо. И дальше, ребята, у нас будет слово badge. Или badge. Я заметил, что да, у вас есть такое слово badge. Скорее, это от нашего английского слова badge. Ну, конечно, как обычно, когда русские дословно это произносят как-то обратно на английский, то они говорят badge, а не badge. Потому что у вас есть badge. И когда вы говорите badge, в английском языке это звучит как цвет beige. Сейчас вот покажу, как выглядит beige. Поэтому не забудете, что если у вас есть badge. В русском языке вы хотите это говорить в английском, просто сказать badge. Открытый рот. И у вас будет пятерочка. Дальше, ребята, это слово session. Session в английском языке я слышу, как русские говорят session. Session. И я вообще не знал, может быть просто потому, что так легче пишется, если буквально перевести. Но просто я вижу, как, например, какой-то русский блог говорит, что там будет какая-то живая трансляция. То есть live session. И я уже думал, блин, что это за session? Нет, ребята, session. Запомните и вы же будете красавчики. И еще, ребята, у вас есть слово control. И скорее, да, в русском так произносится ударение на первый отец control. Но когда вы говорите по-английски, мы здесь ставим опять ударение на второй слог. Control. Control. Как будто это пишется как к-у-н или с-у-н. Control. Просто был такой чувак, который сказал, нажмите на кнопку control на клавиатуре. Но на английском он сказал, press on the control button. Как будто каждое слово в том приложении было нормально, кроме этого слова control. С таким русским акцентом. Так что просто запомните, что control, ребята, в английском будет control. Через you. Control. Слово одежда. Ребята. Я думал, что это может быть самая употребляемая ошибка в английском произношении для русских. Одежда множественное число. То есть clothes. Но это только один слог. Но русские любят говорить. Clothe as. Clothe as. Как будто это два слога. Я просто хочу. Нет. Какой-то чувак говорит. I bought some new clothes at the store. О, мое сердце прям разбивается. Да, Игорь. Очень видно, что вы из России. Нет. Мы будем говорить I bought some clothes at the store. Это все произносится через один слог. Ребята, это все на сегодня. Я надеюсь, что это видео очень помогает, потому что я действительно слышу, как русские хотят избавиться от русского акцента. И я же пытаюсь вам помогать с этим делом. В этом делом. Если вам видео понравилось, то не забудьте подписаться на канал, конечно. И если вам не понравилось, то мы не по барабану, потому что мой русский язык мои правила. Ого. Редактор субтитров Симон. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Alexaинский laugh Bisher Корректор А.Кулакова Игорь Негода Корректор А.Кулакова А.착 Субтитры сделал DimaTorzok